Друзья, Светлана нам расскажет, что у нас в планах. Мы под впечатлением. И мы нагуляли аппетит. Нам хочется чего-то такого, чего напрямую не входит в нашу диету. Но мы попытаемся это, как всегда, что-нибудь такое приготовить и сделать это более полезно. А под впечатлением чего мы? Ну, мы ездили на эту козью ферму. И вообще там всюду были ягоды, фрукты и так далее. Нам чего-то захотелось, а захотелось нам чего-то, что называется шарлотка. Я ее не ела уже, наверное, тысячи лет. Просто потому, что не хотела есть вот эту муку с яйцами. И мы сейчас будем делать какой-то другой рецепт, более такой замысловатый, который нам, наверное, никак сильно повредит. Шарлотка, друзья, начинается с яблок. Какие яблочки, Света, мы будем выбирать? Ну, для шарлотки нужно выбирать такие яблоки, которые не развариваются, не превращаются в сопли, которые сохраняют свою текстуру. Ну, то есть твердые такие. Они, как будто, твердые, да. Зеленые, желтые, красные. Мы можем зеленые взять. Мы можем взять, если тут есть, например. Так что, мы берем зеленые яблоки, да? Так, вот там подальше. И мы можем, конечно, попробовать... Сейчас я посмотрю. Ханик лиц. Не, ну давай зеленые, давай. Давай зеленые, ладно. Вот у нас замечательные яблоки. Более всего, грани-смит. Да, грани-смит. Они почти как семиренка, да? Они хорошие. Ну, с семиренкой я бы не стал сравнивать, но они очень хорошие. Они и органические, и все дела, и два доллара. Друзья, я предупреждаю, что все цены в фунтах. Очень часто наши зрители к этому возвращаются и спрашивают, а в каких единицах все в фунтах. Килограмм считает 4 доллара, да. Да, килограмм, грубо говоря, там, да, чуть больше, чем 4 доллара. Четыре яблочко нам хватит. Мы можем одно какое-то взять, например, Ханик риск. Давай, а где Ханик риск? Так, где тут Ханик риск? А вот они. Вот эти, слушай, но они, что интересно, два с половиной раза дороже. Друзья, вы посмотрите, что творится. А вот это Ханик риск, это не Ханик риск. Я уже знаю по внешнему виду. А те называются Jazz Apple. Вот эти Jazz. Нет, вот это Ханик риск. А вот это Ханик риск. Нам, друзья, кроме яблочек, нужна будет мука, яйца и сахарозаменитель. Но сахарозаменитель у нас есть. Да. А вот тут, Светик, как ты выбираешь яйца, объясни мне? А вот, видишь, органические, никаких антибиотиков к ним не добавлено. И нам нужно всего там, может быть, 3 яички, 4 яички, да. Да. Ну, вот здесь их 6. Да. Ладно. Взяли. Наверное, яйца – это самое стрёмное из того, что мы сейчас возьмем, потому что у нас на белок яичный, как бы, вот, тест показал не очень хорошую реакцию. Ну, мы один раз его в столице едим. Да, один раз в столице. Мы практически их не едим, так что ничего страшного не произойдет. Вы видите, друзья, тут целый раздел с мукой, с муками разных направлений. Вот, например, это гречечка. Да, это кукурузная. Да, кукурузная. А вот это миндальная мука. А вот это миндальная мука. А вот это орешка с миндальной. Да, да. Но мы хотим какую муку? Ну, а мы возьмем сейчас разные. Во-первых, мы хотим. Рисовая, ты посмотри. Да. То есть, тут гормандо бинд, мука. То есть, что тут только нет. Все на моложе, друзья. Овсяная мука, вот эта овсяная. Слушай, картофельная мука, ты можешь себе представить? Да, да. Картофельную муку уже добавляют сюда. Так, сорга. Сорга – это шикарный, как сказать, продукт, очень-очень хороший. Так. Ну, сорга, мы знаем, что она это самое. Так, подождите. Что она это, что? Ну, она очень долго, я не знаю, как с ней получится. Не надо рисковать. Она варит, сорга, крупу, она очень долго варится. Но я ее очень люблю. Друзья, из муки тоже есть. Вот, пожалуйста, оно все такое здоровенькое, 100% органическое. Из зерен, намололи. Вот там их много разных просто пшеничных мук. Твердая красная пшеница. С ума сойти. То есть, не просто пшеница, а красная пшеница. Красная. С нашим знаменем цвета одного. Берем. А бренна хотим найти? Отруби ты хочешь? Смотрите, друзья, на мир заменителей сахара. Вот какой-то шуканат. Фрукт. Вот этот почти с неприличным названием. Вот тут под ним монг, фрукты монг это монах. Вот что за фрукт. Я не знаю, я такого фрукта не ел, но вот такой из него есть. Заменитель. А, тут еще какой-то заменитель. Сверд. Дальше идет несколько вариантов в стиле. Разнообразен, друзья, мир пшеничных отрубей. И не только пшеничных. Вот. Но смотри. Дело в том, что смотри, вот это отруби, а вот это germ. Это вот то, что я прочла, я не знаю точно, что germ вообще это как бы серединка, да, вот такая вот. Это серединка семени пшеницы. Но я не знаю, насколько оно лучше или хуже, чем отруби. Поэтому мы берем отруби. Знаешь, Светик, ты мне напомнила, давай отруби спокойнее. Напомнила анекдот, как очередь. Но это старый-старый анекдот, друзья, когда еще кремплен был модным материалом. Это 60-х. Стоит, значит, очередь в магазине. И мужик подходит и говорит, а что дают? Там мужик, который сзади, говорит, мапассана. Он говорит, а это лучше или хуже, чем кремплен? Тот говорит, ну, я точно не скажу, но пару бутылок надо взять. Что, Света, теперь твоя душенька довольна? Нет, мы сейчас еще должны это испечь, чтобы оно поднялось. Да. Вот тогда только. Тогда только, да. Ну, вот, на самом деле, тут все очень простенько. Ну, что же, это шарлотка, ничего тут нет. Яблочки, яички, мука и вотруби. Обычно идет мука, яйца, сахар и яблоки. Вместо сахара мы берем заменитель сахара. Да. У нас хватит дома? У нас есть? Ну, у нас есть какой-то калью. Мы много не будем сластить. Чуть-чуть. Пусть она немножко будет. Чуть-чуть, да. Вот. Но мы еще добавляем муку. Это самое. Да, ты показываешь пальцем на отруби. Да. И мы добавляем отруби, что делает гораздо более полезным эту шарлотку. Все готово. К началу приготовления шарлотки. Значит, мы видим яблочки с почищенным тут центром. Стивия – это заменитель сахара такой натуральный, хороший. Три яичка. Так, мука и отруби. Отруби пшеничные, да? И мука пшеничная. Хорошо. Что-то с поддончиком. Чем ты его намазала? Да. А я его намазала вот этим маслом. Вот этим кокосовым. Кокосовым маслом. Да. Хорошо. Сейчас я почищу эти сам яблочки. Так, яблочки. А ты шкурку снимешь? Яблочки чистятся. Чистятся. Светик, а вот слышал я, что вот как бы в шкурке, может сказать, там вся сермяга яблочко. Ну, в принципе, да. Но дело в том, что когда они в шарлотке, она будет жесткая шкурка. Не до этого. Яйца перед тем, чтобы разбить. Надо помыть. А уж теперь все остальное. Раз. Цинично, друзья. С исключительным цинизмом. Мастерской рукой. Слышишь, когда мы делали шарлотку еще в бывшем СССР, то там взбивались белки отдельно, а желтки отдельно. Зачем? Ну, например, там взбивали руками, чтобы хорошо взбить. Вилкой, что ли? Ну, в общем, как-то, да. Взбивалка какой-то, в общем, как-то это все взбивалось. А здесь очень хороший миксер, да, и он взбивается сразу. По ходу дела добавилась чайная ложечка соли, не соли, соды, гашеной с столовой ложкой уксуса. Немножко было посолено, да. И на самом деле, я, может быть, главное не сказал, все-таки там было густовато, и мы два яйца добавили. Так что в итоге их тут не три, а пять. Да, потому что оно было уж совсем густым. И теперь мы, значит, что? Заливаем... Слушай, я как-то даже опасаюсь, что нам не хватит... Ничего, оно растечет. ...теста. Нет-нет, что маловато будет? Нет-нет, ну это яблоки должно быть, шарлотки должно быть много яблок и мало теста. Так, так, так. Вот просто... Как-то такое ощущение, что его слишком мало. Вот, пошло в печечку, печечку пошло. Света, а вот это вот, это бумажка специальная восковая для готовки или что это? Да, конечно, называется parchment paper, но вообще-то это... Пергамент как бы. Пергамент, да. Так. Включен таймер на 40 минут. Время пошло. Ну что, друзья, вышло так, что ванилина у нас на даче нет, поэтому обошлось без ванилина. И Светлана сверху так чуток присыпала... Заменителем сахара. Заменителем сахара. Оно приподнялось с учетом того, что там 60% это не мука, а все-таки отруби. Можно сказать, что приподнялось неплохо с учетом обстоятельств. Так что вот надо дать ему остыть или как? Да, мы сегодня уже не будем этого есть. Не будем? Ну тогда, друзья, можно считать, что наш сюжет закончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова